Таро достает на уровне ментального плана. Ментальный план в соответствии астрального чуть повыше. Пришли к тарологу. Какие у вас вопросы? Все околосоциальное. Экстрасенс, давай заливать вам уши. Потому что сам ничего не знает. Надо что-то говорить, потому что деньги берутся. Но когда женщина очень часто любуется зеркалом, зеркало прельщает. И это мощный вампиризм. Когда мы не нравимся сами себе, мы стареем. Зеркало – это подсадка в какой-то степени. Для человека, умудренного опытом, это не является трудностью. Он просто это принимает. Причем с радостью, со смирением он говорит, ну, значит, Бог так хочет. Добрый день, Имрам. Сегодня у нас очень интересные вопросы на разные темы. Как работают карты Таро? Что такое род, зеркала и фотографии? Влияет ли фамилия мужа на род? Что такое посвящение в седьмую ступень Крия? Итак, вопрос. Относится ли работа с картами Таро, с маятником к темной магии? Не совсем. Это относится к серединной магии больше. Если Таро используется, ну, вопрос про Таро, относится ли это к темной магии, ну, карты? Это работает из, скажем так, среднего астрала, либо из низшего астрала. Средний астрал не обязательно плохой. Средний, он может быть относительно хорошим, но это невысокий астрал. Потому что духовный план, высокий астрал – это мир сварга, так называемый, высокий духовный мир. Таро туда не достает. Таро достает на уровне ментального плана. Ментальный план – это в соответствии астрального чуть повыше. Ментальный план. То есть это тонкий мир, где сопряжение с этим тонким миром является низший, средний и чуть-чуть выше. Но не райский мир, проще говоря. И когда люди работают с Таро, они берут информацию из этого плана. Уровень сознания человека определяет уровень сопряжения. Если голова выше, то она видит выше. Если голова ниже, образно говоря, сознание ниже, то она видит. Значит, если человек, который использует Таро, его концентрация или средоточие его сознания находится в Муладхара-чакре, к примеру, или в Адхистана-чакре, то информацию будет брать из этих миров. Это низшие миры. А есть еще Паттала, совсем низшие миры, которые ниже Муладхара-чакры, связанные с коленями и так далее. То есть нижняя часть тела – это уже демонические планы. Иногда оттуда берут. Сердце – это райский мир. Вишудха-аджна – это божественный мир. Но Вишудха еще нет, это космическое сознание, пусть будет так. Условно все. Я просто сейчас, чтобы сориентировать вас. А вот это уже мир Бога. Это растворение вообще в Абсолюте. Объединение всех миров. Но на каком уровне таролог? Маятник – то же самое. С маятником – то же самое. Все зависит от вашего сознания. Если вы в чистоте находитесь, конечно, вы можете в этом состоянии не, скажем так, не позволить себе думать о чем-то в этот момент и так далее, войти в состояние пустоты. Но, тем не менее, ваше бессознание-то, оно работает. Бессознательный план, он же выстраивает жизнь. И когда вы используете тару и используете маятник, вы в любом случае пользуетесь горизонтальной плоскостью, с которой взаимодействуете. Ну, хорошо, другой пример. Задайте вопрос себе. Если вы, скажем так, пришли к тарологу, какие у вас вопросы? Как правило, человек, который приходит к тарологу, у которого хочет узнать, к экстрасенсу, например. Какие вопросы обычно люди задают? Будет ли работать у меня этот бизнес? А смогу ли я там что-то? То есть все околосоциальное. А вот у меня есть соседка, сделала она на меня черную магию или нет? Порчу там и так далее. Ну и вот все в таком ключе. И экстрасенс давай заливать вам уши. Потому что сам ничего не знает. Надо что-то говорить, потому что деньги берутся. В лучшем случае это проводник, который считывает информацию с вашего поля и говорит вам о прошлом. Вы говорите, ага, ага, да, точно. Ой, точно, точно. А в реальности она не знает будущего. Она просто считывает информацию, причем как медиум через Манипуру или Сватхистана чакру. Очень далеко от духовных центров. Ну ладно, бог с ним. Вы задаете вопрос, это с чем связано? Это связано с сопряжением низшего или обычного мира проще. В лучшем случае обычного, а так низшего мира. И, конечно же, информация приходит от стихийных духов, которые дают эту информацию из этого же плана. Подобное притягивает подобное. Зеркала – это порталы? Зеркала – порталы, да. Обязательно зеркала – порталы. Поэтому зеркала, они должны быть в месте, где вы спите. То есть не проваливался Бауру. А сейчас у нас что делается? Шкаф купе. Мы им радуемся, этим шкафам он крутой. И он прямо стоит в изголовье вместе с зеркалом на двери. Это не хорошая тема. Вы сказали, что зеркала – это порталы. Однажды, когда я была погружена в божественный сосуд, смотрела на свое отражение в зеркале и видела будто наслоение разных личностей. Что это? Стоит ли погружаться в эти образы? Нет, погружаться в эти образы не надо. Тем более, что за этими образами есть другие существа. Есть два варианта этого вопроса. Конечно, вариантов больше, но то, что понятно вам. Когда вы смотрите долго на зеркало, вы видите разные образы. Идет искажение образа личности. Замечали такое? Это связано с тем, что нет устойчивости у личности. Но есть еще такой тест. Когда человек достаточно занимается духовной практикой, у него возникает устойчивость. И когда мы хотим проверить, устойчив ли он в духовной практике или нет, он не реализован. Имеется в виду, что он продвинут духовно. Тогда он смотрит на зеркало, смотрит на себя пристально. И в этот момент искажение как будто бы начинает быть, но образ все-таки сохраняется. И он не меняется в целом. А? Да, 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 текущий. Ну, с небольшими там какими-то поползновениями, но в целом удерживается. Это говорит о том, что человек продвигается очень хорошо. Устойчивость сознания. А если у человека там сразу, кого там только не увидишь, и это пугает, это говорит о том, что нужно просто двигаться в духовном плане дальше. Это первый, скажем, момент. Другой момент, что когда вы видите разные формы или разные лица, скажем, да, в зеркале, знайте, что это не всегда ваш образ, не всегда производный от вашего образа. Иногда вы можете увидеть потусторонний мир, антимир, где сразу вам скажет «Привет!» кто-то. И все, это очень сильно может испугать. Но вы испугались себя. Это не было, я думаю, что во всяком случае я так вижу сейчас, это не было при этом из низшего астрала. Но когда женщина очень часто любуется зеркалом, я прямо это говорю, «Зеркало прельщает». В магии, в эзотерике есть слово «прелесть». Знаете, что это такое? Прелесть – это то, что прельщает. Есть прелесть, а есть красота. Красота – это от духа, а прелесть – это от демона. И когда, допустим, я сейчас не про вас в целом, я замечал это, когда женщина берет какой-нибудь красивый издельник, говорит, «Ой, какая прелесть!» Все, в этот момент она уже там. Видели такое? Часто бывает. Все, в этот момент ее в оборот взяли. Даже бывают случаи, когда входит в этот момент какая-то сущность какая-то, потому что она все, она просто не может. Она забылась. Открывается портал, сразу раз, и там уже прелесть сидит за глазками или в мозгу где-нибудь, или на хребте где-то. Я сейчас не говорю, что это как правило, нет. Ну, просто вы должны понимать. Когда часто женщина смотрит в зеркало, любуясь собой, «Свет мой зеркальце, скажи, да», то тогда может обязательно что-то произойти, и через зеркало тоже идет обмен. Более того, зеркало утягивает энергию зачастую. Хотя бы даже потому, что вы смотрите в зеркало, и вы сами себе не нравитесь. «Вот, мне не нравятся эти губы, надо их накачать. Вот, мне не нравится там еще что-нибудь, нужно срочно сделать и так далее». Ну, я просто знаю таких женщин, которые подходят и говорят, «Ну, вот я хочу, вот как вы считаете?» Я говорю, «Слушайте, не подходите мне ко мне с этим вопросом. Неужели вы думаете, что я буду против природы? Вот, да?» Они говорят, «Ну, понимаете, у нас там нового…» Вот так. Я говорю, «Сами решайте». Вот. И она вот смотрит на себя в это зеркало, и она себя не любит. Тогда тоже возникает определенное воздействие. И это мощный вампиризм. Потому что зеркало – это портал в другое измерение. Для энергии нет дистанции. Просто есть портал. Когда мы не нравимся сами себе, мы стареем. Зеркало – это подсадка в какой-то степени. Вы можете его правильно использовать, а можете просто разрушать себя. Представьте себе, какая запись идет. Вы смотрите, и вы сами себе не нравитесь. Каждый день смотрим в зеркало по многу раз. Идет запись очень сильная. То есть, духовная сила уходит в ту сторону, а информация негатива и нелюбви к себе идет у вас. Да, идет перепись населения. Образно говоря. Вот такая вещь. Если мы зеркало используем правильно, и, допустим, смотрим, ой, какая красота, и смеешься сам над собой. Допустим. Да, ну ты смеешься и говоришь, какая красота. Подсознание говорит – красота. Вы можете говорить, я прям такая красивая, прям, ну, невозможно вообще. А подсознание ваше говорит – красивая – возможно. Ну, я просто пример привожу, чтобы вы понимали. Это все очень работает. Это все реально работает. Аффирмации, все. И когда вы в зеркало смотрите, нужно любить себя. Ну, или хотя бы зеркало любить, хотя бы, или то, что там вы видите. Что, если родители дали ребенку имя, и оно оказалось именем его души? На самом деле, имя души оказывается как-то попали так, да? Бывает так, что когда ребенок в будущем встречается с мастером, мастер может оставить это имя. Он его оставит, если он почувствует, что это имя соответствует. Так что, вот у меня есть знакомый, которому пилот Баба давал имя в свое время, и он оставил то, которое у него было. Это при мне было, я видел. Если при разводе супруга оставляет фамилию мужа, влияет ли это негативно на его род? Если они разошлись? Да. Если супруга оставляет фамилию мужа, негативно ли на род влияет? Не, не влияет. Потому что дело в том, что это отец ребенка. и весь род, который за отцом, он фактически продолжает этот ребенок. И поэтому так правильно. Какие бы отношения у родителей не были, дети за это не отвечают. Вообще, знайте, что дети на сегодняшний день не отвечают за проблемы родителей. Бывшая жена, если оставляет фамилию мужа, она значит не бывшая жена, она жена. И это нормально тоже. А вот если она хочет выйти замуж, социально это разрешается, тогда она берет фамилию того, за кого она выходит замуж снова. Ничего страшного. Вообще в этой жизни ничего страшного нет. Можно ли определить самостоятельно, на какой чакре ты находишься? Конечно, можно. Но не нужно. Если я сейчас определю вам, на какой чакре вы находитесь, вы начнете об этом думать, и ваша практика будет связана с этой чакрой все время. Спасибо большое. Не стоит. Самой себе можно. Но еще раз, вы, когда фокусируете свое внимание, ну, хорошо, вы что-то о себе узнали, что вас расстроило. Допустим, в прошлой жизни все-таки оказалось, что вы не были королевой Елизаветы, а были просто обычной девушкой, которая там жила. Это очень сильно расстраивает. Потому что кто-то там великий мастер, кто-то Наполеон в пятом поколении и так далее, а мы вот простые такие. И сидишь и думаешь, вот я такой, ну, тогда что, получается, если у меня нет прошлого опыта, то в настоящем я тоже и себя особо ничего не представляю. Я просто пример привожу. Представьте себе, я сейчас вам скажу, что ваше сознание в младхара чакре. Это приятно? Неприятно? Я так не скажу. Вот вы и подтвердили мои опасения. Поэтому я говорю, не важно на каком вы уровне, не важно, кто вы были в прошлой жизни, важно, что сейчас вся ваша концентрация в аджной чакре, на божественном сосуде. Если ты знаешь, на какой чакре находишься, то нужно с этим качеством работать. Мне не нужно знать, кем я была в прошлой жизни, Я об этом знаю. Я просто сразу наперед вам ответил. Скажем так, то, что вы сейчас спрашиваете, я это учел. Еще раз, послушайте, вот все, что вы спросили, здесь два вопроса или три вопроса в одном. Я уже ответил вам. Когда вы концентрируетесь так, как мы с вами изучаем, вы решаете все вопросы сразу. Первое, вы не расстраиваетесь, вы не якорите себя на том центре, с которым придется работать, зная, что вы на не очень высоком центре. Вы сразу решаете задачи, поднимая свой взгляд наверх, не думая о том, что вы когда-то были не очень хорошим, а сейчас работая. Вы становитесь уже сразу тем, кем вы хотите быть. Первое. Второй момент. Вам не надо будет трансформировать свое сознание снова и снова, для того, чтобы якорь, который образуется в момент, когда вы узнаете о себе что-то не очень лестное, от него надо избавляться. А ум такая штука, он всегда привязывается, и как правило, к нехорошему. Вы просто фокусируете свое внимание на том, что нужно, и решаете сразу все задачи, и уже не позволяете опускаться этой энергией, потому что крия так устроена. Понимаете, о чем я говорю? Не нужно знать, кем вы были, не нужно знать, на каком уровне, не нужно знать, даже если вы узнали, к примеру, надо об этом забыть. Когда мне говорят, ну вот я не чувствую, что я смогу практиковать крия, потому что я такой, я секой, я одно, второе, третье, я говорю, и если ты здесь находишься, значит, ты можешь это сделать. Когда у нас возникают сомнения, я всегда говорю, помните, что сомнения убивают привычку к действию, если вы за ними движетесь, за этими сомнениями, на них фокусируете внимание, а наш ум так хитро устроен, что он обязательно будет фокусировать внимание на сомнениях, которые когда-то возникли. Хотя не в прошлом. Но если вы находитесь на ретрите, на семинаре, неужели нельзя думать о том, что у вас есть такая возможность? Ведь разве Творец вам дал бы возможность попасть на семинар, если бы у вас кармически не была бы эта возможность? Она есть, но выбор за нами. Я за собой замечаю, и окружающие тоже, что мой характер меняется. Как с этим работать? Сейчас об этом думать не нужно, вы просто продолжаете практику. Кому надо, тот отвалится, кому надо, тот притянется. И не нужно никому ничего говорить. Я считаю, что сейчас нужно посвятить все время саморазвитию. приходите на работу, никто не должен знать, чем вы занимаетесь, лучше всего так, потому что меньше будет разговоров, не нужно. А потом, когда энергия начнет быть очень сильной, постепенно, быстро, ну, проще говоря, когда утюг горячий, можно прогладить белье. Когда ваш энергетический утюг, которым вы будете управлять, будет достаточно разогрет, вы обязательно прогладите мозги тем, кому нужно. А что такое фотография? Какую энергетику несут фото умерших? А фотографии, ладно, с умершими понятно, а что просто с фотографиями? Ну да. Поэтому я не люблю фотографироваться, и поэтому, наверное, все со мной хотят фотографироваться. Дело в том, что фотография это остановка времени. Как один мудрец сказал, зачем время останавливать? Пусть течет. Ну, мы в современном мире привыкли, что нам нужно фотографироваться, что это на память и так далее. Я вас уверяю, что в телефоне по несколько тысяч фотографий вы их даже особо и не смотрите. Там последние две, может быть. Вот. И все потом это стирается. Либо удаляется, что-то оставляется. Это просто отвлечение. Поэтому фотографируйтесь на здоровье. Касательно фотографий с умершими. Это не очень хорошо. Если точно сказать, очень нехорошо с точки зрения контагиозности и магии. Идет прямое общение, бессознательное прямое общение с потусторонним миром, с миром умерших. И когда вы постоянно к этой фотографии подходите и начинаете что-то там с ней говорить, на кого же ты меня покинул и так далее, и так далее, ну, пример, да, то там этому, этой субстанции, этой душе, этому человеку, проще говоря, очень некомфортно. У него и так привязанность. Плюс еще здесь его добивают с этой стороны. Поэтому я рекомендую не вывешивать фотографии умерших людей. Если мы говорим о памяти, то память должна быть другой. Отношение к человеку должно быть другим. Вот. Поэтому Сайбаба говорит, «Самая лучшая форма бессмертия являются добрые дела, после которых о вас помнят все. Но фотографии вывешивать нежелательно. Лишь только мы позволяем фотографии вешать святых и аватаров, где у них нет проблем с тем, чтобы пребывать в каких-то местах, они абсолютно и свободны. Но обычные люди, они через фотографии, ну, как бы, им можно помогать, если вы знаете как. Этот вариант работает. Но в обычной истории, когда она висит на стене, знайте, что это связь с потусторонним миром. И что самое важное, через эту фотографию, когда вы выстраиваете связь с миром мертвых, оттуда, с той стороны, через эту же фотографию, как портал, в вашу реальность, действительность вливаются элементарии мира мертвых. не как правило, но очень часто. Да, через картины написано и все такое. То есть, духи живут в картинах, говорят. Помните Гарри Поттер? Там разговаривали, картины, фотографии и так далее. Это же не просто так все, это магия. Вот. И тогда на Руси, еще и в Советском Союзе, вообще в древности, завешивали фотографии иногда. Чем отличается ум от разума? Ум – это инструмент разума. Разум – это… Считай, что разум – это душа. Ну, разум имеется в виду не простой, а высокий разум – это душа. А сверхразум – это дух. Что такое посвящение в седьмую ступень Крия? Мы на какой ступени? Это что такое, я вас спрашиваю? Вы сейчас… Шесть ступеней самореализации прошел тот, кто получил посвящение на семинарию. Но ступени как таковые мы проходим неформально, когда получили шесть ступеней и все, дальше седьмая ступень, дальше восьмая, нет. Когда мы проживаем эти шесть ступени. То есть у нас формально есть шесть ступеней. Но глубина этих ступеней нами не познано. Поэтому, когда ко мне приходят и говорят, я хочу седьмую ступень, а я вижу, что там даже второй не пройдено еще, из шести. То есть глубина должна быть. Тогда я говорю, что tomorrow. Говорят, чем больше воплощения, чем взрослее душа, тем тяжелее карма. Это так? Она не тяжелее карма. Она с виду для эгоиста тяжелее. Эта карма просто есть величайшее доверие Творца, зная, что вы обладаете высоким опытом, зная, что вы прошли все, как говорится, уровни посвящения жизненного пути эволюции. Он, наконец-таки, может вам доверить настоящее, скажем, задание дать вам, что является тяжелым. Но вы проходите это, потому что вы понимаете природу этого всего, вы понимаете мудрость этого. Вы, как уже, скажем так, высокая душа, принимая это, понимаете необходимость и важность этого всего. Понимаете, о чем я говорю? Конечно, да, с виду у этого человека жизнь не очень легкая, потому что, говорят, если у вас все в порядке, знайте, что вы умерли. Ну, или говорят так, что если у человека все плохо, значит, на него обратили внимание. Ну, такое высказывание было когда-то раньше. А лет так 16 тысяч назад на камне была найдена надпись «Научился ли ты верить трудностям, человек?» Верить трудностям. Научился ли ты принимать эти трудности? Почему верить трудностям? Потому что, если трудность возникает, мы понимаем, что нам сейчас дается экзамен, который нас поднимает еще дальше выше. Мы растем этим через тернии к звездам. Понимаете? Ну, вот этот принцип один. Поэтому здесь, конечно же, для человека, умудренного опытом, это не является трудностью. Он просто это принимает. Причем с радостью, со смирением он говорит, ну, значит, Бог так хочет. Я должен, потому что Бог так хочет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok